От страшных монстров и необъяснимых существ до удивительного подводного города. Темные пучины океанов, морей и озер настолько же страшные, насколько интересны. Дайверы частенько находят под водой артефакты, постройки и странных созданий. И если какие-то из них не представляют особого интереса, то другие ставят ученых в тупик, а иногда даже наводят настоящий ужас. С вами Смарт Пицца, и в этом выпуске мы расскажем о самых жутких вещах, обнаруженных дайверами. Погнали! Восьмиметровый монстр В ноябре 2018 года два дайвера Эндрю Баттл и Стив Хэтуэй сняли на видео у побережья Новой Зеландии необычный морской организм, напоминающий гигантского червя. В последствии видео было выложено на Ютуб. Жуткое существо достигает 8 метров в длину, внутри оно полое. На кадрах можно увидеть, как этот морской червь, извиваясь, медленно проплывает сквозь толщу воды. По словам дайверов, такая находка их шокировала. Ранее они не видели ничего подобного. Поначалу они даже не поверили своим глазам. Им показалось, что такого создания попросту не может существовать. По предположению дайверов, странным существом может быть колония пиросомов, которые вместе составляют единое тело. Такие свободно плавающие животные очень теплолюбивы и обитают лишь в экваториальных и тропических водах. Размеры колоний могут варьироваться от 20 сантиметров до нескольких метров. Как видите, дайверам попался крупный экземпляр. Огромная медуза Многие дайверы натыкаются в своих подводных путешествиях на медуз, однако лишь единицам из них удается встретиться с поистине гигантскими медузами. Посчастливилось в этом плане британским дайверам, которые в июле прошлого года обнаружили огромную медузу в прибрежных водах английского графства Корнуалл. Сообщается, что жуткого монстра первой заметила биологиня Лиззи Дейли. Хотя слово «монстр» здесь не совсем уместно, ведь это не какое-то неведомое создание, а известная науке бочковая медуза. Эти аномально огромные медузы могут превышать человеческий рост и весить до 35 килограммов. Это один из самых больших видов медуз в британских водах. Примечательно, что при этом они не опасны для человека. Предположительно, огромную медузу, найденную дайверами, вымыло на берег осенью прошлого года. Гигантский пузырь В начале октября 2019 года дайверы обнаружили в одном из фьордов северно-западной Норвегии гигантский желеобразный пузырь, похожий на некий кокон. Как сообщается, дайверы ныряли в составе научной экспедиции, которая изучала состояние океана в Орстафьорде. Они увидели гигантский пузырь, просветили его фонариками и засняли весь процесс на видео, которое впоследствии выложили на YouTube. Находка весьма жуткая, вряд ли дайверы ожидали увидеть под водой такой огромный пузырь, представляющий собой неизвестно что. После того, как видео с пузырем было опубликовано, в комментариях начали писать о том, что этот кокон мог запросто проглотить дайверов. На самом деле, как вскоре выяснилось, такие коконы не представляют никакой опасности. Это защитная оболочка для потомства кальмаров. На кадрах даже видно, как внутри пузыря перемещаются крошечные объекты. Так или иначе, мне кажется, что в момент погружения дайверы об этом не думали, поэтому столкновение с гигантским пузырем наверняка их сильно напугало. Дюгони В 2016 году два молодых дайвера ныряли около побережья острова Кокоя, который принадлежит Индонезии. Они надеялись наткнуться на красивые рифы и кораллы, а также косяки разноцветных рыб. Но вместо этого они увидели шокирующее зрелище. На дне моря они нашли двух дюгоней, которые были помещены в отдельные клетки. Одно из животных было приковано цепью к плавнику, на котором зияли глубокие раны. По всей видимости, это были мать с детенышем. По шрамам и состоянию дюгони, дайверы предположили, что животные содержались в таких ужасных условиях на протяжении нескольких месяцев. Один из дайверов, индонезийский фотограф и журналист Райан Дито, выложил видео и фото происшествия в своем инстаграме. Позже выяснилось, что дюгони были пойманы местными рыбаками, которые поместили их в клетки в качестве своеобразных экспонатов. Рыбаки предлагали туристам опуститься на дно моря и сфотографироваться с экзотическими животными. После того, как дюгони обнаружили, дайверы попросили рыбаков немедленно их отпустить. Очевидно, это не сработало. К счастью, после того, как новость о захваченных дюгонях разлетелась по интернету, к какой прибыли сотрудники службы спасения диких животных и освободили дюгоней. Что еще скрывают пучины? О каких других интересных находках дайверов стоит послушать? Оставайтесь с нами, и вы увидите, как дайверам удалось обнаружить сотни скелетов, странные ледяные образования, а также подводный город, который может быть Атлантидой. Дальше интереснее. Сотни скелетов Гималай – место весьма загадочное и необычное. В этой горной системе можно найти не только удивительные и высокие горы, но и озера с жуткой историей. Одним из них является небольшое высокогорное ледниковое озеро под названием Роопкунт, известное также как Озеро Скелетов. Несложно понять, почему именно у озера такое жуткое название. В 1942 году дайвер нашел на озере Роопкунт и на его берегу около 500 скелетов. Поначалу исследователи, прибывшие к озеру, сделали вывод, что все эти люди скончались в 19 веке. Позже эта версия была опровергнута. Одна из гипотез свидетельствует о том, что найденные скелеты – это останки солдат армии генерала Сингху из Кашмира. Вторая версия гласит, что останки принадлежат японским солдатам, которые скончались во время перехода через Гималайи. Выдвигалось даже предположение, что имело место ритуальное жертвоприношение. Так или иначе, ни одна из этих версий так и не была официально поддержана. Как подчеркивают ученые, до сих пор непонятно, что привело людей к водоему и как они погибли. Исследователям известно лишь то, что в озере и на берегу покоятся люди из разных поколений. Брайниклы На морском дне можно найти немало животных, растений, кораллов, рифов и других интересных вещей. Но вот странные ледяные образования на морском дне, пожалуй, никто не ожидает увидеть. Именно поэтому они нередко становятся сюрпризами для дайверов. Речь идет о брайниклах. Вообще, брайникл – это процесс образования специфической формы морского льда во время столкновения потока слабосоленой ледяной воды с более соленой океанской. Когда эти воды сталкиваются, морской лед очень быстро формируется и превращается в подобие морских сталактитов. Чаще всего этот феномен встречается в арктических и антарктических морях. Стоит отметить, что жуткие брайниклы нередко называют ледяными пальцами смерти, ввиду схожести форм льда с пальцами. Слово «смерть» здесь очень кстати. Брайниклы – это, с одной стороны, красивые, а с другой – жуткие и опасные формирования. Многие морские обитатели гибнут, едва коснувшись брайниклов и запутавшись в паутине льда, в связи с чем вокруг этих подводных сталактитов нередко можно обнаружить скелет рыб и прочих представителей морской фауны. Так или иначе, брайниклы – это в любом случае потрясающее морское явление, которое притягивает к себе многих фотолюбителей. Антикитерский механизм Все мы знаем, что компьютеры появились в 20 веке и что это относительно новые изобретения. Но что, если я скажу вам, что то первому компьютеру может быть не 50 и даже не 100, а целых 2100 лет? Речь идет об антикитерском механизме, который был обнаружен дайверами на дне Эгейского моря поблизости от греческого острова Антикитера в 1901 году. Исследователи, изучившие находку, заключили, что механизм был создан в Древней Греции примерно в сотом году до нашей эры. Долгое время ученые не могли понять, для чего конкретно использовался этот механизм, пока им, наконец, не удалось добраться до его внутренностей. С помощью новейших технологий исследователи изучили детали антикитерского механизма и установили, что он мог быть первым в истории компьютером, который помогал древним грекам вычислять солнечные затмения и даты старта Олимпийских игр, а также следить за перемещениями Луны и Солнца на небосводе. Как по мне, это очень жуткая находка, ведь если ученые не ошибаются, то, значит, первый компьютер, хоть и в необычном виде, появился задолго до электричества и парового двигателя. Вдобавок, исторические записи о механизмах, строение которых напоминает находку, восходят к XIV веку, а значит, на протяжении более 1400 лет технология была утерянной. Именно поэтому антикитерский механизм по праву можно назвать странной и жуткой находкой. Монумент Йонагуни Монумент Йонагуни – это подводное образование, которое представляет собой одну из самых необычных морских находок XX века. В 1986 году монумент нашел Кихотира Аратаке, который, подыскивая место для наблюдения за акулами под водой, заметил ряд странных морских образований. Когда он рассказал о находке, к монументу выдвинулись подводные археологи и прочие исследователи, которые как следует изучили странное место. Под водой были обнаружены скальные образования и строения, некоторые из которых частично напоминают египетские пирамиды. В центре монумента стоит пятиэтажное строение. Около него находятся небольшие пирамиды высотой в 10 метров и шириной в 2 метра. Что касается находки, то все неоднозначно. Одни люди считают, что монумент Йонагуни представляет собой естественное образование, другие полагают, что Йонагуни может являться частью затопленного древнего города, который ушел под воду после землетрясения. А третьи уверены, что Йонагуни есть не что иное, как Атлантида или, по крайней мере, ее японский аналог. И хотя многие ученые больше склоняются к естественному происхождению монумента, это не отменяет того факта, что данная находка действительно жутковатая. Тысячелетний сокол В 2011 году дайверы из шведской команды OceanX, которая занимается погружениями на дно океанов, обнаружили странный и жуткий объект длиной около 70 метров. Они окрестили аномалией в Балтийском море. Объект имеет круглую форму и внешне похож на затонувший корабль, однако кораблем он точно не является. Примечательно, что внешне аномалия похожа на космический корабль Тысячелетний сокол из Звездных войн. Именно соколом называют ее многие пользователи сети. Ученые установили, что объект около 14 тысяч лет. Также исследователи выяснили, что от необычного объекта по морскому дну тянется полоса протяженностью в 300 метров. Так чем же является странная и жуткая аномалия в Балтийском море? Любители теорий заговора уверены, что она представляет собой НЛО, который потерпел крушение, о чем свидетельствует тянущаяся за ним полоса. Ученые же думают, что объектом мог быть старый храм Аполлоса, не что иное, как ведущая к нему дорога. Также некоторые ученые считают, что объект может быть остатками древнего извержения подводного вулкана. Так или иначе, нам лишь предстоит выяснить, что покоится на дне Балтийского моря. Что ж, а на этом все. Напишите в комментариях, какая из этих находок вам понравилась больше всего. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!